друзья есть несколько тем о которых я хотел поговорить отдельно они имеют безусловно такой самостоятельный смысл характер интерес одна тема это украинские эксперты вторая тема это тролли в нашем так сказать информационном пространстве и третья тема это оценка вот этой военной помощи со стороны соединенных штатов начнем с троллей меня попросили оценить уровень экспертизы украинских экспертов должен сказать что я в ужасе такой низкий уровень экспертизы я просто не ожидал я знаете иногда смотрю какие-то замечания в основном украинцев которые живут соединенных штатах это интересно это такой взгляд знаете ну международный крупный издалека и он интересный он объективный то что я вижу сегодня в информационном пространстве украины вызывает ну сожаление по крайней мере это понимаете самое главное что меня поразило вот эта оценка всех мировых событий с точки зрения влияния на них украина влияние украины надо быть объективно минимально на взаимоотношения россии соединенными штатами соединенных штатов с китаем соединенных штатов с израилем израиля соединенным штатам соединенными штатами израиля с ираном минимально Ну, чтобы, так сказать, проиллюстрировать это, ну, давайте попробуем поговорить о взаимоотношениях Соединенных Штатов или влиянии на международную политику какой-то крупной европейской державы. Ну, это я предлагаю так, чтобы не обидеть украинцев, иначе я бы сказал крупная африканская держава. Восточная Европа, к сожалению, находится вне зоны таких актуальных политических интересов Запада. Если бы не война, то, ну, Украина вообще странная. Восточная Европа оставались бы вне поля внимания. Оценивать все события с точки зрения того, как это повлияет на Украину или как Украина повлияет на все остальное, ну, просто неправильно. Безусловно, оценивается возможность продолжения экспансии Путина на Запад. Но это не главный фактор, вот, война в Украине. Это не главный фактор, преувеличивать его значение, ну, не стоит. Значит, третий вопрос у нас поставки оружия. Вот продолжается, сохраняется, вернее, оценка взаимоотношений с Соединенными Штатами как доминирующая составляющая взаимоотношений с демократической партией. И, к сожалению, антиреспубликанская, антитрампистская позиция продолжает быть доминирующей. Многие эксперты, журналисты, как бы, позволяют себе смиряться с тем, что, значит, Трамп окажется у власти, Украине придется с этим считаться. Но очень важно понимать, что возвращение республиканцев к власти или отстранение от власти демократической партии социалистов – это возвращение Америки, ну, в ее нормальное, адекватное состояние. То состояние, которое нужно Украине и которое, ну, предполагает путь развития Украины. Вот это тоже составляющая, тоже на экспертном уровне, она проявляется, оценка будущего Украины. Расчет на помощь со стороны Европы, Соединенных Штатов – это правильно. Но надо точно понимать, что эта помощь, возможно, будет и будет эффективна, будет полезна для Украины тогда, когда Украина вернется в состояние страны не с олигархическим направлением развития. А здесь я слышу от экспертов, пока это звучит не очень громко, но я слышу нотки вот того предыдущего состояния до Зеленского, так сказать, состояния Украины. Тем более, что критика Зеленского на сегодняшнюю, она происходит именно вот с этих позиций, с желания возвратиться в состояние, которое было до Зеленского. Зеленский в сознании, так сказать, экспертов, интеллектуалов современной Украины, с ним связано вот это начало противостояния с Россией, начало войны с Россией, но это тоже не совсем так. К сожалению, на экспертном уровне, на правительственном уровне решений по отказу от вот того предыдущего пути развития олигархического, неэффективного, с огромной ролью государства, с барьерами для западных инвестиций, для открытого развития Украины, вот на экспертном уровне это влияние, так сказать, ну оно чувствуется, видно. И вот это нежелание сегодня смиряться с законами развития в современном мире, отсутствие вот этих барьеров, которые вокруг Украины возникают в связи с тем, что Украина не в полной мере соответствует вот этим международным стандартам. Не в полной мере отказывается от недопустимых форм конкуренции. На уровне экспертном в Украине это воспринимается как, ну, оскорбительные, опасные, недружественные действия по отношению к Украине. Но это не так. Украине необходимо, если она хочет быть частью Европы, необходимо переходить на другие стандарты взаимоотношений с соседними государствами. Это очень легко, там, обвинять Орбана или поляков в чем угодно. Но правильнее принять правила игры, правила взаимоотношений, принятые в Европейском Союзе, и следовать им. Следовать уже сейчас, еще до того, как Украина стала частью европейского сообщества. Ну вот, отсутствие правильного понимания тоже на экспертном уровне, на правительственном уровне. Правильное понимание того, что произошло вот с этой военной помощью. Продолжается пропагандистские, продвижение пропагандистских установок демократической партии. Фактически Украину спасла от поражения, от полной оккупации республиканская партия. И мир через силу, вот этот закон принятый республиканской администрацией, то, что он не пропагандируется, этот закон, не объясняется, не обсуждается в американской прессе. Это понятно. Это политическая борьба, предвыборная борьба. Демократическая партия не может себе позволить честно, открыто говорить о том, что вот на этом этапе она проиграла морально и политически вот это противостояние с республиканской партией, которая проводит открытую, ясную, честную политику и по отношению к Украине, и по отношению к Израилю, но то, что украинская пресса, украинские эксперты не говорят о естественных событиях в Соединенных Штатах, когда в интересах Украины начинает действовать республиканская администрация, а не демократическая, которая в соответствии с соглашениями с Путиным, в общем, готова была похоронить Украину. Это очень опасно. И это говорит о том, что либо этой власти надо очень быстро перестраиваться, менять свои установки, концепции, либо это, ну, закончится очень печально для развития Украины. Еще одна тема в этом коротком ролике – это тролли. Значит, в последнее время, вот, в связи с выступлением против, моих выступлений против певчих, против имитации оппозиционной деятельности, навальнистов, появилось огромное количество троллей. И многие, кто постоянно посещают мою ленту в Фейсбуке, в Ютьюбе, просят начать бороться с этими троллями, я этого делать не хочу по многим причинам. Главное состоит в том, что на самом деле кремлевские тролли раскрывают, как бы они ни хотели это скрыть, но они раскрывают позицию Кремля, отношение Кремля с вот этой эффективной оппозицией. По существу Кремль продвигает эту фиктивную оппозицию. Это очень важно понимать, и именно поэтому я не только не спорю с этими троллями. Многие из них – это автоматы, это боты, которые реагируют на какие-то ключевые слова и продвигают установки. С ними бесполезно дискутировать большинство этих троллей-ботов. Но уничтожать их нельзя. Нужно понимать, что продвигает Кремль. Особенно, знаете, возникает довольно частая ситуация, когда заявления этих троллей-ботов, они делаются как бы не в попад. Это связано с не очень хорошей реакцией, не очень хорошим распознаванием тезисов, против которых они выступают в дискуссиях. Эти боты, тролли – это тоже очень много. Говорит о действиях, желаниях и, что может быть самое главное, планах Кремля. Реакция Кремля на предложение останавливать конфликт в свое время, но до того, как мы получили эту необходимую Украине помощь, реакция тоже была неоднозначной. Анализируйте, пожалуйста. Я это не убираю для себя, для своей работы, но еще и для вас, чтобы вы понимали, с какой стороны от того или иного вопроса находится экспертное сообщество России, экспертное сообщество Украины, экспертное сообщество эмиграции, власть в Украине, власть в России. Еще есть фактор такой очень важный, который начинает играть большую роль. Кремль – это экспертное сообщество, близкое к Кремлю. Но в некоторой степени уже оппонирующее Кремлю – это экспертное сообщество системных либералов. Я все это оставляю для того, чтобы у вас была возможность точнее понимать процессы, которые происходят.